Впереди еще два месяца лета. Ирина Ивановна из Багана просит совета у врачей, как легче пережить жару. Спрашивает, кому в зноенные летние дни тяжелее всего и надо быть особенно аккуратным. Тяжелее всего, конечно, пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам и лицам с тяжелыми сопутствующими заболеваниями. И хронические состояния, которые беспокоят уже не первый год. Конечно, эти пациенты, эти люди, они тяжелее переносят жару. И если она длится не один день, а на протяжении недели, двух недель, конечно, это вызывает определенные проблемы. В силу обострения хронических заболеваний появляются острые ситуации. Если кто-то перекупался в холодной воде, могут возникнуть пневмонии, которые приходится потом лечить в стационаре. Как справиться с этой ситуацией? Ну, наверное, надо соблюдать элементарные меры безопасности. Не выходить в солнечный период. Это с 10, с 11 до 16, стараться не работать в этот период физически, что чаще всего наши, так сказать, жители не соблюдают. Все стараются в выходные дни попасть на дачный участок и именно с 10 до 16 максимально отработать. Потом мы видим увеличение количества и гипертонических кризов, каких-то сердечно-сосудистых ситуаций. Мы видим, что пациенты начинают жаловаться на обострение хронических заболеваний. Конечно, нужно помнить, что здоровье в наших руках и если есть желание работать физически, что нужно уменьшить в жаркий период, надо это делать либо до 10 до 11 часов утра, либо после 16, когда солнечная активность уже наиболее, так сказать, минимальная. Побольше пить в этот период. То есть необходимо употреблять жидкость, необходимо по возможности принимать душ. Где-то, может быть, в водоеме искупаться. Необходимо помнить, что все пациенты, все жители, которые у нас страдают какими-либо хроническими заболеваниями и получают базисные препараты, то есть постоянный прием лекарственных препаратов, они должны об этом помнить. Не забывать продолжить прием, брать с собой на дачу, на выезд. Сейчас многие путешествуют, многие выезжают на Алтай, за пределы Новосибирской области. Конечно, брать с собой лекарственные препараты, потому что жара плюс отсутствие медикаментозного сопровождения при необходимости может вызвать обострение хронических заболеваний. Конечно, необходимо уменьшить количество употребляемой пищи. Это должна быть легкая пища, она не должна быть сильно горячей, она не должна быть сильно жирной, чтобы было легче пациенту, собственно, так сказать, в целом. Мы должны помнить, что головной убор должен быть, особенно это касается детей, пожилых людей. Это чаще всего мы рекомендуем одежду и головной убор каких-то натуральных тканей, пусть это будет хлопок или он. Необходимо в жаркий период избегать синтетических тканей, в которых тяжело дышит организм, которые не пропускают, собственно, теплоотдачу и в которых тяжело находиться. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА